Сколько всего написано о приседаниях, снято обучающих и мотивирующих видеороликов, но все равно люди продолжают совершать смешные и порой глупые ошибки, которые и становятся причиной травм и недомоганий. Если вы грамотно выполняете движения, то никакие травмы вам не страшны. Запомните это и перед тем как перейти к работе с весами, научитесь технически грамотно работать с пустым грифом, бодибаром или даже палкой от швабры. Не важно, как много времени это займет, пусть даже пару месяцев, а именно так и должно быть. Тем самым вы запишите технику себе на жесткий диск, выражаясь компьютерным языком. Для чего это нужно? Это просто необходимо. Для качественной, а главное безопасной работы с железом. Задумайтесь, когда у вас на плечах сотня-другая килограммов, вы должны думать только о том, как встать с данным весом. Вы не должны думать, правильно ли вы выполняете приседания, правильно ли вы заняли стартовую позицию, ровный ли у вас позвоночник, не выпрямляете ли вы колени в верхней позиции, не выводите ли вы их вперед при начале движения. Все эти технические характеристики, упражнения и многие другие, не должны крутиться у вас в голове и сознании. Все они на уровне подсознания должны быть прописаны там, иначе это будет отвлекать вас от основной работы. Как вы думаете, сколько штангисты отрабатывают свои движения, толчок и рывок, с деревянной палкой, а затем и с пустым грифом, чтобы довести их до автоматизма, чтобы действие превратилось в навык? Я специально не буду говорить сколько, кому интересно сам найдет эту информацию. Лучше всего пообщайтесь с кем-нибудь из представителей данного вида спорта. Скажу лишь одно, продолжают они это делать на протяжении всей своей карьеры. Это жизненно важно для них, ибо когда штангист подойдет к снаряду на соревнованиях или даже на тренировке, он должен думать только о том, чтобы поднять его вверх над головой. Если он будет отвлекаться на внутреннее контролирование каждого технического действия на протяжении разных фаз упражнения, что с ним будет? Вот теперь еще один очень важный вопрос. Для чего же все-таки, кроме сохранения здоровья, штангисты отрабатывают месяц за месяцем, год за годом, на протяжении всей своей карьеры, все свои основные соревновательные движения? Все очень просто. Только при идеальной технике спортсмен способен поднимать огромные веса, а не из-за того, что он такой сильный. Конечно, никто не опровергает силу тяжелоатлетов, но один и тот же человек при идеальном техническом исполнении поднимет гораздо больший вес, чем при корявом. Вот и потеют молодые парни, середнячки и даже опытные атлеты, до мельчайших нюансов отрабатывая технические действия на протяжении всей своей карьеры, с пустым грифом и деревянными палками. Так поступают все представители силовых видов спорта и других, кстати, тоже. Что же происходит в тренажерных залах, а сейчас еще и в кроссфит-центрах? Просто страшно. Людей чуть ли не с первых дней нагружают на приседаниях и становых тягах, в жимах лежа и стоя, а потом, мы, получив травму, виним упражнения, а не тупого инструктора и самого себя, что не прислушивались к своей интуиции и было неудобно послать этого дебила подальше. Запомните, идеальная техника – это залог вашего здоровья и тяжелой продуктивной работы с тяжелыми весами. Это уверенный прогресс в заданных вами задачах и целях. Другого пути нет. Все другие пути приведут к травмам и разочарованиям. Перед тем, как переходить к работе с отягощением, а для некоторых даже с пустым грифом в 20 кг, необходимо осваивать технику движения с палкой, от швабры или с бодибаром. На это может уйти неделя, месяц или больше, но это того стоит, ибо если вы думаете, что отстанете от графика или друга, который начал тренироваться одновременно с вами, вы ошибаетесь. Научившись правильной технике и доведя ее до автоматизма, или по-научному превратив ее сначала в умение, а затем и навык, вы выйдете на недосягаемый уровень для тех, кто начал свой путь в тренинге сразу же работая с весами. И что еще очень важно, после того, как вы выработаете умение, наработаете умение, превратите его в навык, вы больше никогда не будете задаваться вопросом мотивации, ибо все это превратится в привычку. Кому непонятно, советую полазить по инету и почитать об этом. Но большинство читающих мои статьи и слушающих видеоуроки, мыслящие люди, и я уверен, без лишних объяснений понимают, что к чему. Почему большинство бросают свои тренировки, пытаются искать какую-то мотивацию, вместо того, чтобы наработать ее внутри себя. Давайте еще немного ознакомимся, как и что и откуда вытекает. В целях развития способности управлять своими движениями, познания, закономерности движения своего тела, мы с вами должны обучаться технике выполнения любого упражнения, после чего возникает умение его выполнять. После, по мере дальнейшего совершенствования, умение переходит в навык и умение высшего порядка. Умение характеризуется сознательным управлением движением. Вы сознательно контролируете каждую из фаз движения, подстраивая ее под свои возможности и способности. Анализируете само движение и работу своего тела в нем. Умения – это способы успешного выполнения действия, соответствующие целям и условиям деятельности. Они всегда опираются на знания. Главное в управлении умениями заключается в обеспечении безошибочности каждого действия. Возможность приспособления системы навыков к изменяющимся условиям деятельности, с сохранением позитивных результатов работы. Вы понимаете, что даже после того, как превратите свое умение приседать с пустым грифом в навык и начнете работать с более тяжелой штангой, набавляя вес за счет блинов, вам придется постоянно совершенствовать свою технику и формировать ее все новые и новые умения и навыки. Умения, в отличие от навыков, всегда опираются на активную интеллектуальную деятельность. Продолжая тренировки, направленные на освоение техники, мы постепенно формируем двигательный навык при сохранении относительно постоянных условий обучения, но при росте количества повторений, либо веса. Двигательный навык – оптимальное владение техникой движения, полностью автоматизированное и контролируемое только на уровне подсознания. Навык составляют полностью автоматизированные компоненты действий, сформированные в процессе упражнений. Его роль заключается в освобождении сознания от контроля над выполнением приемов действия и переключения его на цели и условия действия. Физиологической основой навыка является образование в коре больших полушарий устойчивой системы временных нервных связей и их функционирование – динамический стереотип. Обратите внимание на словосочетание «система временных нервных связей». Да, вы все правильно поняли. Если не практиковать постоянно какое-либо движение с целью поддержания и сохранения, и даже улучшения этих нервных связей, система связей распадается, и вы потеряете навык и умение. Это к вопросу, почему тяжелоатлеты на протяжении всей своей карьеры неустанно отрабатывают свою технику. Двигательные навыки – это освоенные и упроченные действия, которые могут осуществляться без участия сознания и обеспечивают оптимальное решение двигательной задачи. Вспомните те, кто водит автомобиль. Когда вы уезжаете в отпуск и неделю-две не садитесь за руль, возвращаясь, вы чувствуете какой-то дискомфорт. Но это всего лишь отсутствие работы. И вы теряете умение, навык, не избавляетесь за это время от него полностью, но все-таки вы ощущаете это на себе. При формировании двигательного навыка в центральной нервной системе последовательно сменяются три фазы нервных процессов. Первое – это объединение отдельных элементов движения в целостное действие и радиация нервных процессов с генерализацией ответных реакций и вовлечением в работу многих мышц. При первых попытках выполнить новое двигательное действие в коре головного мозга возбуждаются одновременно нервные центры, обеспечивающие выполнение данного движения и соседние, не участвующие в работе. Движение закрепощено. Второе – это концентрация возбуждения, улучшение координации, устранение излишних движений, ненужных движений. После неоднократных повторений нервные процессы в коре головного мозга постепенно локализуются в тех центрах, которые непосредственно обеспечивают выполняемое движение. Формируется двигательный навык. И третье – это стабилизация, высокая степень координации и автоматизации движения. Умение высшего порядка, выполнение двигательных действий автоматически, без непосредственного контроля сознания, включение только тех групп мышц, которые обеспечивают двигательное действие. Как вы считаете, понимая теперь весь процесс формирования правильной техники движения, возможно ли сформировать все вышеперечисленное за неделю или даже за месяц? Конечно же нет. Привычка – это компонент действия, в ее основе лежит потребность. Как говорилось выше, она формируется после того, как вы превратили свое умение в навык. Это к вопросу о мотивации. Но зачем нам думать о мотивации, когда у нас есть потребность? Вам нужна мотивация, чтобы есть, пить, спать, заниматься любовью? Уверен, что не нужна. Точно так же превратите свои тренировки в потребность через формирование привычки, и вы больше никогда в жизни не будете думать о мотивации. Больше того, все, кто постоянно находится в поисках этой мифической субстанции, просто-напросто занимаются ерундой, вместо того, чтобы тренироваться грамотно, начиная с освоения техники, которая приведет к умению, и далее по списку приведет к потребности. Редактор субститров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова